Привет! В этом видеоуроке мы научимся создавать вот такие графики с картами. При этом, подход, на основе которого будут работать наши итоговые графики, универсален. Во-первых, он работает с любой версией Excel. И во-вторых, используемая карта может быть абсолютно любой. Это может быть как карта мира, так и карта отдельной страны, города или его отдельного района. Даже более того, в качестве отображаемой территории можно будет использовать также и свои собственные определенные планы и карты. Например, в итоге можно загрузить изображение производственного цеха и в нем уже также отображать определенные показатели. Итак, давай узнаем, как создавать подобные графики. Для этого предположим, что у нас, например, есть сеть определенных магазинов в 8 больших городах Германии. Мы, соответственно, получаем из базы данных показатель продаж количество сотрудников и клиентской базы каждого из филиалов за последние 3 года. Эти данные на карте нам нужно динамично, с возможностью выбора отобразить. Для того, чтобы ты мог попутно проделывать то, что показывается в этом видео, скопируй данную табличку из файла Google Sheets, ссылку ты найдешь в описании к этому видео, и вставь ее в новом файле Excel. Таким образом, получается, ты в формате живого тренинга создашь такой же график с нуля. Ну, давай уже приступим к непосредственному созданию графика. Итак, ты скопировал данные, и сейчас мы находимся на следующем одинаковом этапе. На рабочем листе у нас находятся значения, которые нам нужно визуализировать. И первое, с чего мы начнем работу, это перевод вот этих, вписанных непосредственно в рабочий лист данных, в так называемую умную таблицу. По-английски они называются Data Tables. Это важный пункт, который нам позволит легко и быстро прописывать формулы, удобно работать со сводными таблицами, нужными для нашего графика. Да и, в принципе, работа с этими самыми умными таблицами – это работа в Excel на уровень, скажем так, выше. И особенно, если ты также работаешь в EBA. В общем, для того, чтобы это сделать, выбираем всю таблицу, затем используем комбинацию клавиш Ctrl-T. Здесь убеждаемся в том, что галочка напротив пункта таблицы с заголовками поставлена, и нажимаем ОК. Вот мы и перевели эти данные в форму умной таблицы. Супер! Это наша первая таблица с исходными данными. Поэтому для более эффективной будущей работы давай ее соответствующим образом переименуем. Для этого выбираем одну из ячеек этой таблицы, и в появившейся вкладке «Конструктор» в поле «Имя таблицы» изменяем ее имя. Я назову ее вот так. dt, то есть DataTable, и Data значит «Данные». Окей. Теперь следующий пункт. Смотри, мы в итоге хотим сделать наш график динамичным, таким, чтобы пользователь мог активно и максимально удобно выбирать, какие показатели и за какой период должны быть отображены. В этом нам лучше всего смогут помочь сводные таблицы с так называемыми срезами, или иначе говоря, слайсерами. Это и есть вот эти самые поля с выбираемыми элементами. Поэтому давай добавим две сводных таблицы для того, чтобы позднее они нам служили в качестве инструмента для выбора требуемых к отображению элементов. Для этого опять-таки выбираем одну из ячеек нашей умной таблицы. У нас сейчас вот эта ячейка выбрана. И во вкладке «Вставка» выбираем пункт «Сводная таблица». Итак, в качестве данных для сводной таблицы выбираются значения умной таблицы. Все правильно. Единственное, что мы поправим, это место вставки сводной таблицы. Вставлять мы ее будем на этом же листе. Так что в нижней части этого окна выбираем на существующий лист. И здесь теперь указываем, куда нужно вставить сводную таблицу. Давай укажем ячейку N2. Отлично. Первую сводную таблицу мы добавили. И прежде чем мы начнем отображать в ней какие-либо значения, давай поменяем одну настройку. По умолчанию сводные таблицы изменяют ширину столбцов в зависимости от выводимого содержимого. Для постоянства вида нашего рабочего листа мы сейчас отключим эту настройку. Для этого щелкаем в область сводной таблицы правой кнопкой мыши и выбираем пункт «Параметры сводной таблицы». Здесь убираем галочку напротив пункта «Автоматически изменять ширину столбцов при обновлении». Нажимаем ОК. Теперь смотри. Мы сказали, что будем использовать сводные таблицы для того, чтобы выбирать требуемые элементы. Давай взглянем на график, который мы строим. Как можешь заметить, у нас всегда отображены все города, а выбираемыми элементами являются года и показатели. Это говорит нам о том, что выбираемых элементов два, и для них обоих нам нужно по отдельной сводной таблице. Поэтому я предлагаю сперва полностью подготовить эту первую сводную таблицу, которую мы уже добавили, а уже потом ее просто скопировать. Итак, первая сводная таблица у нас будет служить для выбора показателя. Поэтому, когда мы ее вот так выбрали, одну из ячейок ее области, в воспомогательном окне справа закидываем в раздел «Строки» поле «Показатель». Строка с общими итогами нам не нужна. Так что идем во вкладку «Конструктор» и здесь в разделе «Макет» «Общие итоги» выбираем «Отключить для строк и столбцов». Кроме того, в строке «Заголовка» мы можем написать, например, слово «Показатель», чтобы быстрее и лучше узнавать эту сводную таблицу. Окей, теперь поменяем название данной сводной таблицы. Для этого идем во вкладку «Анализ». Ну и теперь в этой вкладке «Анализ» в поле «Имя» изменяем название нашей сводной таблицы. Я назову ее вот так. То есть PT – это PivotTable, сводная таблица по-английски, и приписываю выбор значения «Selection Value». Отлично. Теперь мы можем создать копию этой первой сводной таблицы. Для этого вот так ее целиком выбираем, копируем и вставляем, например, в ячейку P2. С помощью второй сводной таблицы мы будем выбирать год. Так что сейчас, когда она выбрана, из раздела «Строки» удаляем старое поле «Показатель» и закидываем в него новое – «Год». Также поправим название сводной таблицы. Я назову ее PTSelectionYear, то есть «Выбор года». Кроме того, также в заголовке впишу слово «Год». Отлично. Сводные таблицы мы подготовили. Однако они пока что все еще отображают все выбираемые элементы, и фильтровать мы их можем пока лишь при помощи фильтра вот здесь. Поэтому следующим шагом добавим срезы. Те самые поля для интерактивного выбора нужных элементов. Для этого давай выберем первую сводную таблицу. И во вкладке «Анализ» мы можем вставить срез. Мы хотели выбирать элементы двух полей, показателей и годов, поэтому их и отмечаем. Нажимаем «Ок». Вот и наши срезы. Их мы можем требуемым образом визуально обрабатывать и изменять их размеры. Для нашего примера оставим стандартный стиль срезов и лишь поправим их размеры. Пока что эти срезы подключены лишь к первой сводной таблице. То есть, если мы здесь что-либо будем выбирать, то изменения будут отображаться лишь в первой сводной таблице. Нам нужно это поправить. Поэтому сперва выбираем первый срез, щелкнув вот так левой кнопкой мыши по его краю. И во вкладке «Параметры» щелкаем по кнопке «Подключение к отчетам». Здесь ставим галочку «У первой и у второй сводной таблицы». Нажимаем «Ок». То же самое проделываем и со вторым срезом. Теперь, как видишь, оба среза работают как положено. И это значит, что мы еще на один шаг ближе к созданию нашего графика. И еще небольшое замечание. Для того, чтобы эти срезы работали так, как нам нужно, вот эта функция «Выбор нескольких объектов» должна быть неактивна. То есть, она не должна быть вот так подсвечена, соответственно, ее выключаем. Просто об этом нужно помнить. Отлично. Ну и перед тем, как мы создадим сам график, нужно подготовить место, в котором будут собираться данные для нашего графика. Делать мы это будем опять-таки с помощью умных таблиц. Давай еще раз посмотрим на итоговый график. Как можешь заметить, в нем всегда отображены все 8 городов, а изменяющимися вариабельными позициями являются год и показатель. Следовательно, в нашей таблице с данными для графика должны быть подготовлены позиции для каждого из этих городов. Поэтому сделаем следующее. Я знаю, что в этой таблице есть всего 8 уникальных городов, которые постоянно повторяются. Если ты позднее будешь создавать свой график и не будешь, например, знать, сколько именно уникальных городов или других наименований имеется в таблице, то можно извлечь список лишь уникальных позиций следующим образом. Копируем весь список городов и вставляем вот здесь как значение. Сверху у нас пусть останется подпись «Город». И теперь выбираем весь этот список вместе с заголовком. Идем во вкладку «Данные» и нажимаем на «Удалить дупликаты». Отмечаем галочкой «Мои данные содержат заголовки». И нажимаем «Ок». Все. У нас были удалены все дупликаты. И таким образом мы имеем список из лишь уникальных наименований городов, которые не повторяются. Отлично. Теперь смотри. Подпишем справа столбец «Показатель». Здесь у нас позднее будут выводиться значения показателей, которые в зависимости от выбора в сводных таблицах будут подтягиваться с помощью формул из этой основной умной таблицы. И нам нужны еще два столбца. Давай их добавим, и я после этого объясню, для чего они и как будет работать наш график. Итак, этими столбцами будут «Х» и «У». Смотри, для чего они нужны. График, который мы строим, называется «Пузырьковым графиком» или же «Пузырьковой диаграммой». Идея работы данного графика следующая. У него есть две оси «Х» и «У». Задавая значения для этих двух осей, мы можем размещать нашу точку в поле графика. Например, «Х» равно «2», «У» равно «3». Тогда точка будет расположена вот здесь. Если «Х» равно «5» и «У» равно «5», то точка перемещается в центр. И так далее. Кроме того, есть третий показатель. Это показатель размера точки. Чем он больше, тем больше надувается, скажем так, наш пузырек. И именно данный тип графика мы и будем использовать при построении нашей диаграммы с картой. В итоге на задний фон графика будет добавляться изображение карты. И таким образом, размещая в нужной позиции пузырек, изменяя его размер, при этом подписывая также данный, мы решим поставленную перед нами задачу создания графика с картой. Отлично. Переведем теперь эту табличку также в умную таблицу. Значения в ней появятся позже. Но мы уже сейчас, тем не менее, как мы это и делали, выбираем область всей таблицы вот так. И нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-T. Подтверждаем, что таблица имеет заголовки. И нажимаем на ОК. Готово. Точно так же сперва поменяем название этой таблицы. Я назову ее DT Filtered Data. Значения X и Y мы будем заполнять позднее, когда у нас уже перед глазами будет график. А вот формулу для заполнения столбца с показателями мы можем прописать уже сейчас. Для подтягивания данных будем использовать функцию SUM, если MNE. Можно было бы, конечно, использовать и более замудренный вариант с использованием функций индекс и поиск позиции, но для нашего примера я предпочту все же SUM, если MNE. Это более простая функция, и здесь она отлично выполняет свою задачу. Об этой функции ты, кстати, можешь узнать больше вот в этом видео на моем канале. Итак, функция будет прописана следующим образом. Писать ее будем во второй строке для того, чтобы было лучше видно вот эти ячейки, так как они нам еще понадобятся. Пишем название функции SUM, если MNE. И сперва указываем столбец со значениями, так как именно их мы и будем суммировать. Теперь выбираем диапазон первого критерия. Давай начнем с выбора города. Выбираем столбец с указанием городов. Ну и указываем, какой город нам нужен. В качестве требуемого критерия выбираем соседнюю ячейку слева, поскольку там у нас и указан нужный город. Если сейчас мы вводим эту функцию, то Excel выведет сумму значений всех строк, соответствующим слева указанным городом. Нам же нужны лишь значения этих городов в 2020 году и лишь показатели по продажам, потому что сейчас выбраны именно эти элементы. Поэтому давай расширим нашу функцию, снова ставим точку с запятой и теперь будем ограничивать выбор суммируемых значений лишь на те, которые относятся к продажам. Поэтому в качестве второго диапазона условий выбираем поле «Показатель» и критерием для выбора значения будет текущий выбор по показателю. А текущий выбор мы можем найти вот здесь. Мы же именно для этого создавали тогда две сводных таблицы. Выбираем его. И ссылку на данный показатель делаем закрепленной, чтобы она не смещалась. Окей. Ну и последний критерий отбора значений – это год. Поэтому выбираем в качестве проверяемого диапазона столбец с годами и также выбираем актуальный выбор из второй сводной таблицы. Опять-таки закрепляем ссылку. Ну и подтверждаем ввод функции. Супер. Вот у нас таблица и выводит теперь значения для каждого года в соответствии с выбранными в срезах элементами. Как видишь, все продажи за 20-й год совпадают. Если мы выберем другой год, то, соответственно, значения поправляются. То же самое будет происходить, если мы выберем другой показатель. И так далее. Вот, считай, все. Мы подготовили область со значениями. Как уже было сказано, столбцы для значений x и y мы заполним позднее. А пока мы уже можем приступить к созданию графика. Для этого переходим во вкладку «Вставка» и в разделе «Диаграмма» нажимаем вот сюда. Здесь выбираем следующий тип пузырьковой диаграммы. Давай теперь расположим наш график. И теперь укажем, откуда должны браться значения для нашего графика. Щелкаем для этого по графику правой кнопкой мыши и затем левой кнопкой мыши по «Выбрать данные». Здесь кликаем на «Добавить». И смотри. Сперва задаем имя данным, которые будут отображаться. Это должно быть имя выбранного показателя. Поэтому здесь указываем данную ячейку. Значения x у нас находятся вот в этом столбце. А в соседнем значение y. Ну и размеры пузырьков, как мы и говорили, задаются непосредственно выведенным показателем. Этот столбец и выбираем. Подтверждаем вот. Как видишь, пока на графике ничего не отображается. Это так, потому что столбцы значений x и y все еще пусты. То есть Excel банально не знает, где размещать эти самые пузыри. Смотри, как это работает. Давай договоримся, что наши оси x и y будут разделены на 100 делений от 0 до 100. Зададим осям эти значения. Для этого левой кнопкой мыши два раза щелкаем по одной из осей. И как раз вот в этом разделе вводим 0 в минимуме и 100 в максимуме. То же самое делаем со второй осью. Выбираем ее. И здесь вот в этом разделе, в параметрах оси, выставляем минимум 0, максимум 100. Супер. Ну а теперь посмотрим, как Excel будет располагать пузыри в соответствии с введенными значениями. В штутгартских значениях сперва вставим 20 и 20. Как видишь, ровно на пересечении этих значений появляется наш первый кругляшок. Если ввести 50 и 50, то кругляшок будет расположен ровно посередине. Соответственно, мы уже и подготовили базис для отображения кругляшков на карте. Чтобы начать это делать, зададим задний план для области отображения значений в графике. Для этого левой кнопкой мыши выбираем область графика. Щелкаем по краю вот этой сетки. И в отображаемом справа в вспомогательном окне, в разделе заливка, выбираем рисунок или текстура. Теперь нам нужно просто вставить карту. Для этого сперва ее нужно подготовить в формате SVG, PNG или JPEG, например, скачав ее с интернета. Ее можно найти, например, в Гугле, поискав нечто вроде Germany Vector Map, Germany PNG Map и так далее. Если для тебя также релевантно соблюдение авторских прав при использовании картинок, то в Гугле можно нажать на Tools и затем Usage Rights выбрать Creative Commons Licenses. Тем не менее, в самом источнике еще неплохо проверить, разрешено ли коммерческое использование картинки и нужно ли указывать источник. Смотри, я выберу вот эту первую картинку и снизу написано, что надо сопровождать ссылку на источник. Я поступлю сейчас по всем правилам, использую данную картинку и в описании к видео ты найдешь эту самую атрибуцию – указание источника. Ну а как и было сказано, тут смотри сам, релевантно ли для тебя в твоем случае авторское право. В общем, так или иначе, мы нашли нужное нам изображение и теперь его добавляем на задний фон графика. Здесь мы уже все выбрали, поэтому теперь просто кликаем по кнопке «Вставить» из файла и из папки, где мы сохранили нашу карту, выбираем «Сохраненный файл». Как видишь, картинка выходит сжатой, поэтому поправим ее размеры. Если ты не уверен по пропорциям, то можно закинуть эту самую картинку на рабочий лист. Для этого выбираем одну из ячеек на рабочем листе, заходим во вкладку «Вставка», выбираем рисунки, это устройство и выбираем ту самую карту. Как можешь заметить, она открывается в правильных пропорциях. Соответственно, теперь под нее можем подгонять карту в нашем графике. После этого саму картинку удаляем. Окей. Ну и теперь интересная часть. Правильно позиционируем каждый из наших городов. Это задача, которую нужно сделать всего один раз, и результаты трудов над которой затем используются постоянно в последующем. То есть Штутгарт у нас находится примерно вот здесь. Так что с помощью координат передвигаем пузырек как раз туда. Это у нас примерно, ну скажем, 35-20. Ну, наверное, можно 20 на 17 поменять. Примерно вот так. Теперь поправим размер пузыря, так как он уж чересчур большой. Для этого щелкаем по нему левой кнопкой мыши. И в правом окне изменяем масштаб пузырьков на примерно 45. Отлично. Теперь я поправляю все оставшиеся координаты. Супер. Вот уже, считай, мы почти достроили наш график. Давай проверим, как он сейчас работает. Выбираем разные значения. И как видишь, график отлично реагирует на наш выбор. Теперь давай добавим подписи значений нашему графику. При этом предлагаю в подписи сразу также добавить указания города. Для этого сперва эти подписи подготовим на рабочем листе. Добавляю новый столбец и назову его подписи. Здесь делаем следующее. Подпись у нас будет состоять из указания названия города, а затем из его показателя. Для этого ставим знак равно и выбираем город. Затем указание значения нам нужно на следующей строке. Поэтому ставим знак конкатонации. И прописываем функцию символ. В ее скобках задаем число 10. Это и есть символ следующей строки. Ну а теперь выбираем значение. Я бы также хотел разделение между тысячами и сотнями, поэтому сразу воспользуюсь функцией текст. Опять ставлю знак and. Пишу текст. Выбираю значение и задаем следующий формат. Закрываем скобки, вводим функцию и все подписи готовы. Отлично. Теперь добавим эти подписи нашим пузырькам. Для этого правой кнопкой мыши щелкаем по одному из пузырьков и в разделе «Добавить подписи данных» выбираем «Добавить выноски данных». Теперь два раза щелкаем левой кнопкой мыши по одной из выносок. И вот в этом разделе убираем галочки напротив всех полей, после чего выбираем значение из ячеек. Excel нас спрашивает, где расположены подписи, и мы, соответственно, выбираем только что созданные подписи. Подтверждаем. Супер. Как видишь, у нас подписаны все города, и кроме того, числа с тысячами красиво представлены. Естественно, с подписями можно играть и выбирать и другие форматы. Теперь мы можем убрать сетку осей. Для этого выбираем их левой кнопкой мыши и нажимаем на клавишу «Делит». Также удаляем и сами оси. Ну и давай поправим подпись графика. Я бы подписал его следующим образом. Смотри, давай в следующей ячейке напишем «Подпись графика» и вводим следующую формулу. Указываем выведенный показатель, соединяем его с пробелом и затем с выведенным годом. Теперь левой кнопкой мыши выбираем саму подпись в графике и в окне ввода формулы ставим знак «Равно», после чего ссылаемся на прописанную подпись графика, которую мы только что сделали. Супер. Смотри, если мы сейчас будем изменять выбор, то все динамично, включая подпись графика, будет изменяться. Ну и пожалуй, последний пункт. В подобном графике будет очень полезно подчеркнуть максимальное или наоборот минимальное значение. Давай покажу, как это делается. Для этого в нашей таблице с данными для графика добавляем еще один столбец. Например, это будет максимум. И здесь прописываем следующую формулу. Если значение показателя этого города является максимумом среди всех этих значений, то пусть это само значение здесь выводится. Если же оно не максимальное, то пусть ничего не выводится. Окей. Как можешь заметить, в итоге в этом столбце Excel выводит лишь максимальное значение. Это у нас как раз и есть город Штутгарт. Теперь вот этот новый столбец добавим в качестве нового ряда данных в график. Для этого щелкаем правой кнопкой мыши по графику и нажимаем «Выбрать данные». Здесь щелкаем «Подобавить». Название ряда у нас будет «Максимум». Значения «Х» и «У» идентичны. А вот в размере пузырьков вставляем данные столбца «Максимум». Подтверждаем вот. Как видишь, Excel нам подчеркивает максимальное значение. Давай покрасим его в зеленый цвет. Все. Вот мы и сделали наш график. А чтобы пользователь файла не видел, что стоит за этим графиком, я обычно делаю так. Копирую сам график и его срезы и вставляю его уже на нужном дэшборде. Мы в качестве примера сейчас ставим его на новом рабочем листе. Вот так с помощью клавиши «Shift» выделяю все три элемента. С помощью «Ctrl-C» копирую. И здесь с помощью «Ctrl-V» вставляю. Супер. Готово. Если этот график тебе понравился, то подписывайся на канал и увидимся с тобой в следующем видео. Пока.